Wi-Fi точки, разъемы USB для зарядки телефонов, система видеонаблюдения, интерактивное информационное табло с расписанием и подогрев лавочек. Начинка умных остановок, которые стали появляться во Владивостоке. Первые умные остановки появились уже в этом году. Три штуки были обустроены на конечных пунктах остановки Лугова и вот многие другие. По заявкам жителя, непосредственно жители к нам обращались и проявили желание увидеть в своем городе умные остановки, где можно было и согреться зимой, и зарядить свой телефон, и непосредственно те остановки, которые будут улучшать вид нашего города. Первая партия – остановки оранжевого цвета. Именно их оценили по достоинству люди без определенного места жительства. Вторая – в темных тонах, которые установили на остановках третий рабочий Нейбута-Маяк. Они состоят из двух зон – открытой и закрытой. Однако теплая часть для ожидающих свой автобус временно недоступна. Не подведено электричество, а значит нет отопления и других благ. Но зато у каждой остановки есть охранник, который защищает объект от вандалов, но только до момента сдачи павильонов в эксплуатацию. Как вы считаете, вот такие остановки, они необходимы жителям Владивостока? Ну, я думаю, было бы больше, было бы, не знаю, может быть, лучше. Ну, они удобные? Я не знаю, я стою снаружи. Я только знаю одну на Луговой, которая. Как вы считаете, такие остановки необходимы жителям Владивостока? Возможно. Ну, хорошо бы еще разъяснение, как ими пользоваться. Это хорошо, все-таки зимой тепло будет стоять, ждать. Как вы думаете, люди без определенного места жительства будут там оставаться? Да, вот в этом проблема, конечно, я тоже об этом подумал, что для них это будет хорошее место, и на этом могут быть и конфликты. Да, но хорошее должно все-таки делаться все прежде всего. Поэтому даже не строить тогда получаются эти остановки. Одна такая умная остановка, по подсчетам специалистов, стоит порядка 4 миллионов рублей. И это цена за 12 квадратных метров. До конца года подрядчик Ростелеком должен установить 28 павильонов. Правда, с исполнением контракта подрядная организация затянула. Поэтому придется работать в ускоренном режиме. Алина Черненко, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.